Друзья мои, мы приехали в Беларусь, в Минск. Вот Олочка, наша любимая, Белбагет. Мы наконец-то доехали до Минска. Столько давно собирались, а сейчас доехали. Мы наконец-то приехали. Татьяна Викторовна, посмотрите, какой у нас шикарный зубр стоит. Очень красивый, очень красивый. Он встречает всех, кто привитает к нам в Беларусь. Очень красивый. Это наш дотемный. Это наш дотемный живот. Правда, сейчас у вас большой скандал. Из него хотели сделать колбасу, но сказали, не из того зубра делают колбасу. Ну, колбасу быстро запретили к продажам. Да, это нельзя такое делать. Такие красавцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мы уезжаем сейчас в Минск, это наш район Уручья, такой как бы считался один из молодых таюдов, но время не стоит на месте сейчас, это не самый молодой, но такой он самый зеленый и свободный, тут как-то расстояние побольше И вот как бы это начало нашего основного аспекта независимости И сейчас впереди скоро будет библиотека знаменитая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, наконец мы попали, вы же хотели... Да, я хотела попасть... Хотели пробраться, незаметно. В самое сердце Белбагета, посмотреть, как здесь все устроено, какая здесь красота Да, очень все грамотно организовано, мне все здесь очень понравилось. Я уже кое-что посмотрела. Я посмотрела, показала самое главное, это то, мне очень важно, как мои сотрудники в каких условиях кушают, пьют, одеваются, обуваются. Ну, и определенные, конечно, технические моменты, они останутся только между нами и Татьяной Викторовной. Ну, а то, как организована моя студия, я обязательно, конечно, покажу. Ну, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательно, прогуляемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Татьяна Викторовна, я вам покажу свою студию. Вот здесь мы снимаем фотографии, все ролики, снимаем ролики. Да, мы специально, это была моя большая мечта, чтобы можно было ничего не двигать. Ты пришел, поставил свет и показать всю красоту. Вы же знаете, что такое съемка. Пять минут на экране, зато два или с половиной, три часа, где мы тратим время на подготовку, на установку. Здесь у нас вот работы, которые наши клиенты, мы сейчас фотографировали, показали прямой эфир. Вот на этом компьютере проходят все прямые эфиры. Вот тоже так вот, чтобы у меня все было локально, я сделала такое красивое место. Свет, освещение, но правда приходится штуру прятать, потому что не всегда получается хорошо сфотографировать. А вы как, кстати, организовываете свои съемки? Ой, мы. У нас этим всем занимается Кирилл. Он приходит, все настраивает. Свет, тень, все мы с ним. Но вы снимаете прям вот в живом моменте, потому что мы как бы стараемся это делать ночью. Мы с колес, вот оно принесли и мы быстро сняли. Мы когда зашли, Кирилл сразу сказал, знакомый Коль. Да? Сколько таких одевок. Много, много. Очень замечательно. Вышивка, конечно, прекрасная. У нас вчера эфир был в другом салоне, поэтому мы сейчас просто упаковали. На самом деле это такой полуфабрикат. У нас без стекла снимаются работы. Очень красиво. И потом мы уже оформили. Прелестное. Очень мне нравится. Мне нравится, как вы подбираете багет. Все замечательно. Все со вкусом. Все вот то, что надо. Татьяна Викторовна обратила внимание, что как хороший диван, сразу на нем много картин. У нас все диваны застали. Надо же бережно вкладывать. Поэтому абсолютно самая мягкая и самая красивая. Ну и вот здесь у меня эфиры проходят. Это еще букет у меня с дня рождения остался. Ну, в общем, садимся, все вещаем. Потом, получается, нам главное во время сбежать. Потому что у нас есть вахтер. И это как режимный объект. Надо быстренько сбежать. Потому что... До какого часа он вам разрешает? До 11 часов. Ух. Потому что потом ставят на сигнализацию. И уже потом всех ругают. Поэтому... Или тут оставаться до утра. А тогда тоже они начинают писать доносы. Нельзя здесь ночевать. Режимный объект. Ну вот так вот. Хотя диван раскладывается. Ну, замечательно. Вот тут мы, получается, составной вариант сделали. Пастик, пакетов. То есть... И рукодельница тоже очень... Без стекла, да? Это пока без стекла, потому что на съемку. Нужно надо что-то без стекла, чтобы... Я думаю, что здесь музей как будет стоять. Хотя вот эта работа, кстати, будет оформлена без стекла. Она любит работу оформлять без стекла. Но у нас тоже несколько человек есть таких, которые... Ну, на самом деле, вот когда такие работы получаются, они не полной зашивки, ну, желтеют. Надо стекло. Я за то, чтобы ставили стекло. А вы на что натягиваете? Мы натягиваем на паспарту. То есть, у нас основа паспарту максимально, да. То есть, близкая. Плюс, она делает белую подложку хорошую, красивую. И получается очень хорошо. Ну, это еще такой полуфабрикат. То есть, не до конца сделан. Вот, тоже старая. А давайте я вам покажу. Она паспарту как с скобами. У нас такие специальные. Смотрите, какой красивый шедевр нам принесли. Очень красивые. У нас что-то было похожее. У нас была такая работа однажды. Да, да, да. Но это же очень здорово. А, кстати, вы как многоцветка. Я очень люблю, но не за что бы не взялась. Потому что мне это уже не под силу просто. А для вас вообще в вышивке процесс важен? Процесс, процесс. А результат, конечно, тоже. Результат повешен. Знаешь, это как происходит? Он говорит, вот начинаю вышивать. Хочу вот это. Вышиваю. Потом уже к концу. Она мне уже надоела. Уже вот так. Я очень долго вышиваю. И потом я ее быстро стираю. Отпариваю. Приношу. И отдаю ребятам. У нас был такой мастер. Сейчас его нет. Он приболел. Вот. Я ему отдавала. Он сам оформлял. Я вообще не участвовала. А был такой вариант, когда не понравилось? Ну, нет, не было. Точно. Одна есть, одна работа. Вы добрый человек. Вы просто простите. Одна работа есть. Но это я сама выбрала. И вот сейчас я на эту вышивку смотрю и думаю, нет, на переоформе. По себе же всегда самое сложное. У нас так, девчонки, кстати, дизайнеры. Глаза замыливаются за время вышивки. И уже я не понимаю, что сюда подходит. Ну, вообще, конечно, работа шикарная. Шикарная. Очень хорошая. Что-то у нас было похожее из этой серии. Здесь, кстати, был такой вопрос по оформлению. Что надо минимализировать. Мы, Дим, оформили белый багет. Такое еще спорное получилось оформление. Но надо было. Серые оттенки. И это еще одна работа, которая будет детская. Там тоже все минимальный интерьер. И поэтому у меня было такого багета. Мы даже скомбинировали. Баба, я вижу, что это прекрасно. И получилась такая общая единая карточка. Шикарно. Очень красиво. И оформление отличное. И сама работа прекрасная, конечно. Браво белый багет. Я всегда думала, что это Калина. А на самом деле сказали, что это бульдожник какой-то. Бульдонеш, Калина. Бульдонеш, Калина. А я называла Гортензия. Вот. И мне все пишут. Не Гортензия. Я, правда, на самом деле не сильно. Я сама не ботаник. Ну, кстати, очень классная разработка. Очень здорово. И вот у нас здесь вырезано такое паспарту. И здесь для того, чтобы вот этот эффект создать, нужно взять три слоя паспарту. То есть не один, а целых три. И вот потихонечку их набирать. И вот эта вот накладочка очень ювелирно делается. И у меня так не получается. Ольга там просто прям вот аккуратненько-аккуратненько все это выкладывает. Ну, и получается вот, чтобы сделать даже такой паспарту, где-то уходит около часа. Казалось бы, да? Вроде ничего такого сложного. Но вот за счет этого получается красивый эффект. Такой объемный, как архитектурный эффект. Нет, прекрасно. Даже можно рамку не делать с таким паспартом. Ну, это да. Есть такое. Вот. Вот. И получается вот такое. Все-таки рамка нужна. Нужна, нужна. Я согласна. Ну, вот. Здорово, здорово. Прекрасно. Ну, для этого нужен художественный вкус. Татьяна Викторовна, какие масштабы Вы оформляли? Такие оформляли? Да, такую делали мы. Прекрасно. Татьяне. Наши с тобой офисы. Да. У нее такой громадный тигр. А это вот прислали нам из Италии. Вернее, как рукодельница в Италии Мария живет. А ее дети прислали нам из Гомеля. Дистанционно. Замечательно. Теперь мы выяснили, как еще это транспортировать. Потому что такие размеры еще почта не берет. Ладно, багельщики согласятся, а вот почта... Транспортная компания. Транспортная компания, да. Музыка. 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 Какая куравочка, почему ты делаешь? Какая, такая шесть не радостная. Вдялись вы за такую? Нет, мне уже не потило, извините. Тяжелая это, да? Те мы вдвоем его... Она сложная. Да, ее надо вышивать на станке. Я на станке не вышиваю. Я вышиваю без пялец. Надо было волшебное слово сказать, чтобы выйти, но мы вам не расскажем, и не расскажем, что там. И вот, наконец, мы побывали в святая святых Белбагета, посмотрела там все волшебство. Но это секрет, мы будем обсуждать это у себя на работе. Когда выключится камера. Когда выключится камера, да? Я вас понял. Можете начинать с обсуждения. А, какой-то хитренький, нет-нет-нет. Татьяна Викторовна, канары, какие-нибудь моря, надо что-то там. Там вышивающиеся точно вышивают. Да-да-да, приедем, и мы приедем тоже. Надо задать вместе, да, мы договоримся и поедем на канары вышивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочки, мои дорогие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прогрест. С приездом в Минск. Спасибо. Все-таки мы дождались приезда. А я ловлю на мысль сегодня себя, что мы приехали к вам с самый сильный мороз. У нас было минус 30 в Митере и плюс 30 в Минске. Вот так, что такой диапазон. Да, вот так вот. Ну хорошо, хоть это там можно было как-то поездить. А то вообще ужас, я не представляю, что бы вы там делали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, это приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходите, столкнуйтесь с нашими словами. Я хочу посмотреть вашу красоту. Проходите, да. Это у нас здесь всякие сувениры со всех стран. Вы видите, у нас там у Глент-багет, видите, тоже есть. Вот здесь Татьяна Викторовна. Это у нас там что-то за какое-то участие. Это с Киева прислали. Это, получается, с Одессы, по-моему, это с Москвы девчонки привезли. Очень здорово, красота. Ну, тут специально такую полочку сделали. Тоже такое наше изобретение было для того, чтобы все-таки имени тюрки поставить. Да. Вот какая красавица. Это кто-то подарок наших рукодельниц, гости в нашу пришла. У нас, кстати, вот такая штучка интересная есть. Вы, я так понимаю, человек не пьющий? Мало пьющий. Мало пьющий. Возьмите эту пробочку. Да? Вот это. Какая красивая. Это копилка для пробок. Это если потом инсталляцию делать, чтобы можно было сюда как бы насобирать. И потом сделать минное мандало у нас было. Кстати, куда-то она пропала, надо вспомнить, где она висит у нас. Здорово, здорово. Что у нас? Еще. Вот. Это ваша собственность. И ты чего? Да, это девчонки, две девчонки нам подарили. Работы одна вышла, одна подарила, и потом как бы получилась такая композиция. Мы сделали проект для одной рукодельницы, но она все-таки решила оформить по-другому. Я говорю, такой классный проект. Я говорю, что он будет пропадать. Смотрите, что тут есть. Да, да, да. Догадайтесь, из чего? Ну, это, наверное, клей. Клей, да, точно. Это музейное стекло, поэтому сразу не видно. А это, кстати, серия открыток с нашим Минском. Вот мы везде побываем. В библиотеку посмотрите. На вокзал вы посмотрите, когда будете уезжать. Вот. И обязательно, конечно, погуляем в Красном Костеле. Так что вот тут. Так. Красоту надо все посмотреть. У нас тоже было вот такое богато-ополненное зеркало, рама ручной работы, круглая. Но у нас ее выпросили. Ну, она у нас тоже висит больше для антуража. Ну, да. Мы ее выпросили, забрали. Оля, показывай, что ли. Это тоже? Эту работу нам подарила рукодельница. Она вышивает многоцветки. Юлия Лучинович. И мы, когда получили такой дар, то мы решили для нее, ну, как такую работу, неужели подарить. Она говорит, это моя тренировочная работа. Знаете, как в чем? Там дыхалочка. Кто-то начинает тренироваться вот в таких масштабах. А это миниатюрку мы, наверное, с Майоркой когда-то с Алексеем передали. А вот это я в молодости. Ну, в ранней молодости. Или в ранней старости, не знаю. У нас тематическая съемка. Здесь я изображала Алису в стране чудес. И как раз вот с тем зеркалом мы там тематически все это подбирали. Ну, а девчонки мне уже подобрали такое оформление красивое. Винтажное. Здорово, здорово. Молодцы. А это моя картина. Тоже на мастер-классе участвовала. И потом тоже такое же интересное оформление с разным цветом паспарту. Тоже Татьяна Кейт подбирала. Тоже с Майорки такая штучка интересная. Так, пойдем дальше. Смотри, это вот после этой шкатулки, да, это вот здесь у нас такая мандала. Вышивку вышивала наша Ольга Побережная дизайнер. Это французские вышивальщицы. Ну, и вот делали роспись, специально брали вина, этикеточки нарисовывали. Ну, а вина, конечно, мы с Алексеем дегустировали, собирали. А здесь с кружевом оформлено красиво. Тоже с кружевом делали, но немного. Ну, это такие штучки интересные. Вот тут дорисовка на двух работах. А эту работу мы гуляли тоже в Тройску, купили. И тут с Бэвелом, с лентами, со всем таким интересным 3D-объектом получается. Здорово. Мы сейчас тоже это делаем, занимаемся вот такими же 3D-объектами. Сейчас машину сделаем. Вы вышиваете сейчас дименшинс именно или золотой ротом у вас? Нет, у меня китайский набор с нанесенным рисунком. И что, получается? Ну, в Минске вы не будете вышивать. В Минске мы поедем гулять. Я чувствую, что нет. Ой, лисенок красивый этот, замечательно. Вот это красивый дименшинс. Да, такой дименшинс лето такой. Красивый. Я сейчас вам покажу, какую нам красоту прислали из Франции. Это первый отшив. И мы это будем согласовывать с Еленой Евгеньевной. Она будет забирать себе этого красавца. Честно, просто бесподобно. Это Эстэ, да? Эстэ, да, но за три месяца вышиваю. У нас есть такая вышивачица, которая... Татьяна, да? Да, Татьяна Титерна, да. Я тоже смотрю, у нас работает. Это шикарные, большие, большие, большие. Да, и она очень быстро вышивает. Причем она вышивает, я думала, что она двумя руками вышивает. Нет, одной рукой. А второй, она вторую работала. Я тоже так думаю. Это надо быть очень хорошей вышивальщицей, чтобы такой вот терпеливой, я бы сказала. Да, не знаю, мне на маленькие работы только хватает. Я бы даже, наверное, такую не осилила. Очень красиво. Вот эта нежненькая, это, наверное, ланарты. Ланарты, да, это одни из первых наборов, такие красивые девушки. Ну, и икона, конечно. Икона вообще великолепная. Иконы я такой не видела даже ни разу. А у вас рукавельные вот эти магазины? Ну, к сожалению, их немного сейчас. Ну, у нас Леонардо, то есть тот, который есть у вас, он теперь есть и у нас. А таких нет своих вот? А своих-то, к сожалению, нет. Это же, наверное, белорусская. Я не знаю, нет, это с Россией нам прислали. Да, Татьяна прислала. Вот это Татьяна из севера работает. Вот, красивая. А это наши дипломы. Это, кстати, в форуме мы участвовали в 19-м году. Это один из первых тогда был. Вот, тут все, без разных всяких мероприятий. Съездили на НьюАрт, потом на нас спросили, а вы кто? Когда мы начали там 6-7, вы будете их по спорту комбинировать? Что приехали? Мы хотим что-то больше узнать, но больше, чем мы уже хотим. Субтитры сделал DimaTorzok Подписываю виды Санкт-Петербурга для Белбагета. На добрую память. Надеюсь, что они тоже еще к нам приедут гости, и мы их тоже встретим. Вот здесь, кстати, тоже работа интересная. Это вот мы ехали, разговаривали, что наш художник, русский Наполеон Руды, он как раз оставил наследие, хотя бы мы знаем, какие у нас были замки. Мирский замок наш, и по нему уже восстанавливали. А это у нас месседж. Тоже надписи делали еще, уточняли, какие правильно сделали, чтобы сделать все оригинальные. Получается вот такие красивые. Татьяна Викторовна приехала наконец в Минск. Мы вообще за небольшое время успели посмотреть все, но мы забежали в салон сейчас на Могилевского, чтобы записать этот эфир и рассказать вам о том, что Татьяна Викторовна вас завтра ждет в гости. Татьяна Викторовна знает адрес, говорите. Улица Притыцкого, дом 2, Бон-Отель, конференц-зал, 12 часов. Приходите, жду. Приходите, приносите свои вышивки, показывайте, оставляйте на оформление. И Татьяна Викторовна их заряжает на любовь, удачу и вдохновение. Это остальное будет за конфетку. Так что с конфетками приходите, заряжайте и получайте. Все, будем рады всех видеть. Татьяна Викторовна завтра в приеме. Ждем, ждем, ждем. А мы гулять. А мы гулять. Куда мы пойдем гулять? Может нас кто-нибудь сам сословит? А мы сейчас на площадь пойдем гостюм красно смотреть. Все, все, пока, пока, пока. Татьяна Викторовна, вас впечатляют зубры. Это самый главный футур, который у нас есть в Минске. Его недавно поставили, он красиво светится. И мы себя называем салотом рядом с зубром. Как он вам понравился? Да, очень. И деревянный около аэропорта тоже замечательный, красивый. Тур по зубрам, но есть еще по... Еще есть. Да, но это надо было и текать бред. Поэтому в следующий раз на дольше. Ладно, хорошо. Приедем на подольше. Правда, Кирилл? Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Мы сейчас находимся в центре города, и Оля нам расскажет про этот замечательный костел. Это, по-моему, центральный, да? Да, центральный католический костел. Он был построен в 1910 году для своих детей, Симона и Олена. И это считается как бы визитная карточка наша, Минская, везде, где только можно увидеть на магните, как будут рисовать прежде всего его. Но на самом деле он сделан из красного кирпича, и по сути дела, как посел, он существует совершенно уже недавно, потому что в советское время это был дом кино, но потом все-таки отдали. Мы зашли вовнутрь, и там такое умиротворение, там шикарное, там очень красиво, и такое умиротворение, и там очень тихо читается молитва. Атмосфера на белорусском языке, кстати. Все понимали? Да, понимала все. Звучит, как и на русском, почти, молитва. Ученаш на белорусском языке. Да, ну все понятно совершенно. Очень красиво, и так уютно, и просто невероятно жить. А теперь к Ленину. К Ленину. Да, Лен Багет к Ленину идет. К Ленину. Татьяна Викторовна, прогуляемся к Ленину. К Ленину. Лен Багет. Да. Это тоже как бы персонаж Ленинград. Хотя Сон Петербург, наверное, все-таки круче звучит. Ну, как ты знаешь? Что ближе? Я тебе, знаешь, что скажу? Когда Ленинград назывался Ленинград, а моя мама все время говорила Петербург. Как только переименовали Петербург, мама моя стала называть Ленинград. Ну, вот это дранское противоречие такое, знаешь. Здесь, кстати, этот дом правительства. Здесь у нас заседает не президент, но Палата Республики, там Совет Республики. И, по сути дела, мы тут по истории немножко покопались и выяснили, что это самое высокое здание было в Минске. Ну, правда, в 30-е годы, когда было построено. И все сделано вручную. И, по сути дела, не использовали ничего, кроме... Никакой техники. Никакой техники. Это вообще просто удивительно, чтобы в 30-е годы построили такое здание вручную. Ну, а Ленин у нас стоит, несмотря ни на что, причем во всех городах он стоит на почетном главном месте. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Это наше центральное место, как бы, скажем, в сердце города. Этот район называется Немига. Тут есть старый город, Троицкое предместе. Это, ну, как бы то, что сохранилось вообще от Минска. Ну, и главный православный храм вам, человеку верующему, конечно, стоит сюда зайти, потому что... Ну, я здесь своего ребенка крестила. Когда большие праздники, мы все приезжаем сюда и посещаем его. И как-то вот немножко начали отстраиваться, отстраивались специально. И маленькую церковушку сделали. И здесь можно приехать, я как понимаю, паломничество делают и остановиться. Тут церковь даже. При церкви есть специальный монастырь. При церкви есть гостиница, в которой можно остановиться. Ну, то есть там тоже воссоздан такой дух старины. Ну, и, конечно же, тот вид, который мы с вами видим. Надо обязательно на Троицкое сходить, погулять по острову слез. Тоже такой вот именно дух старины, дух Минска. Это, наверное, самое любимое место, в которое мы всегда приходим. Ну, как вам еще впечатление? Очень красиво. Такая перспектива. Вид вот этот остров. Какой-то есть мост на него или на него лодками? Нет, там как раз есть небольшой мостик. Мне, кстати, Алексей на руках носил, когда мы женились. И помню, папа его говорит, брось ее, у тебя спина больная. И говорит, типа, она тяжелая. Но я была, конечно, полегче тогда. Но он меня не бросил, и вот по 25 лет вместе. Поэтому вот и как раз благодаря вам мы давно здесь не были. Потому что было холодно. И как-то в такие погоды особенно не очень хочется куда-то выходить. А сегодня просто кайфуем. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и горе прежде всего матерям. И называется остров слез. Для нас это как бы памятное место, когда мы приходим, там есть мальчик на этом острове, который мы гладим для того, чтобы были мальчики в семье. Ну и молодые люди, молодожены кладут цветы. Ну и, соответственно, загадывают желания и хотят мира на всей земле. То есть это такой вот остров памятный, который, я честно говоря, не знаю, он был насыпан или это так вот сложилось исторически. Но место тут красивое, и поэтому тут очень много... Ну, со всех сторон водой. Да, и только на мостик можно попасть. Ну, или на лодки приходить. Субтитры сделал DimaTorzok На этот остров приезжают молодожены для того, чтобы потереть этого парня за причинное место. И я, кстати, терла. Причем потерла два раза для того, чтобы родился мальчик. У меня поэтому два мальчика. Не знаю, что надо было потереть, чтобы родить дочь, но, в общем, он такой, видите, красивый и как будто плащ и такой сделан фонтан. Пойдемте рейсим. Это надо, Кирилл. Мне уже не надо. Я не знал условия сделки до конца. Не отказываюсь. Я супруге приеду сейчас. Нет, нет, нет. Это тебе надо. Становитесь с той стороны. Хватайте. Становитесь, да тянитесь. Нет, я не буду. Мне не надо мальчиков. Не девочек. Тогда закрылась. Я закрылась только сразу. Ну вот, мы приехали в отель. Оля, спасибо огромное. Ну, как вообще пустяне. Накаталась. Накатала нас. Все показала. Весь город. Экскурсию провела. Накормила, напоила. Чай мы бы стали попить. Ну, это в другой раз. Ну, это в другой раз. Ну, и повод вернуться. Ну, потом новый. Хорошо. Теперь вообще впечатление от города. Шикарно. Очень красиво. Ну, и желание вернуться на Польшу. Обязательно. Обязательно. Ну, и ждем вас в гости к нам теперь. Ну, вам, да. Конечно же. Так что ждем. Друзья мои, на этом экскурсия закончена. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok